Здравствуйте! Хочу на этот раз поделиться своим опытом использования моющих средств с сайта iHerb это все средства натуральные и не очень я сейчас расскажу что и как и почем сначала я расскажу вот об этом порошке это чарли мыло чарли называется здесь идет 100 стандартных загрузок если дозировка здесь здесь прилагается вот такой вот дозатор вот таких если пойдет ну будет если таких стирок то 100 загрузок 100 дозатора где-то идет на одну стирку среднюю небольшую стирку до пяти килограмм столовая ложка или один вот такой дозатор средство действительно экономная поэтому в основном больше одной ложки использовать не советую потому что будет очень сильное пенообразование ну соответственно этот порошок так как это мыло может оставаться белесый такой налет на машинке и на вещах поэтому ну я не рискую на цветных использовать основном только белая стираю вот этим порошком мне он очень понравился действительно порошок экономный я его где-то ну наверно за месяц использовала ну вот такое количество то есть еще полная полная коробка порошок действительно можно рекомендовать порошок действительно можно рекомендовать к использованию очень экономичный натуральный порошок он совершенно без запаха у кого есть аллергия у детей любые аллергические реакции кто страдал ранее от химических порошков с фосфатами и другими химическими компонентами которые в наших странах еще не запрещены хотя они очень сильно загружают загрязняют окружающую среду и через кожу попадая в кровоток очень сильно влияют на здоровье поэтому вот эти все аллергии они люди часто связаны с переизбытком с переизбытком в косметике в чистящих средствах всевозможных парабенов фосфатов в этом порошке хороший очень состав поэтому он не токсичен здесь килограмм 200 грамм очень очень хороший порошок действительно себя хорошо проявил хорошо отстирывает даже темные вещи черные я не стирала ну какая-то яркость придается вещам с каждым разом действительно то есть я такое заметила насчет смягчения ничего не могу сказать я сильно как бы такого такого эффекта не заметила ну еще надо я им пользовались около месяца поэтому ну порошок я рекомендую этот конечно вот недавно я заказывала получила вот это средство органическое жидкое моющее средство ну как бы я в основном жидким жидкими порошками стираю цветную одежду не остается налета яркость чтобы было ну вот я это средство еще не распробовала как бы ничего не могу сказать ни плохого ни хорошего есть такой странный дозатор я с ним даже еще не разорвалась если честно то есть производитель рекомендует ну в принципе плюс этого средства что она не разольется даже попытаюсь его может конечно нальется вот она эти не переливается надо нажать на пакет производитель придумал такую фишку чтобы как бы экономить пластмассу не было чтобы лишних колпачков якобы надо нажимать какое-то продолжительное количество секунд и это будет ваша дозировка то есть рекомендую сколько там секунд держать в общем нет тема не очень как бы понравилось я все равно мне пришлось чтобы увидеть сколько уходит порошка его перелива в какой-то колпачок из другого средства могу сказать что на одну стирку идет это наверное 306 30 или 60 миллиграмм вот экономично тут как бы тоже предполагается что 50 стирок это тяжело как бы измерить здесь литр 1 литр 120 в составе тоже идет биоразлагающееся натуральное органическое средство натуральное ну ничего я помимо если сравнивать с этим порошком мыло чарли которое только что освещала мыло чарли конечно мощнее это более для легких таких загрязнений единственно радует что сильно запаха тоже там нет как бы запах лаванды указана сильная это так и должно здесь даже не то что запах здесь масло органическое лаванды единственное что если не хотите очень тяжело оно выдавливается как бы из-за того что надо там секунду засекать медленно вытекает иногда не вытекает то есть я может быть еще помучаюсь и отрежу там и перелью до такой степени если вас это беспокоит ну упаковка не всегда является фактором как из-за которого пеху нужно принимать решение поэтому это средство еще буду использовать но в принципе ничего плохого не могу сказать не по составу не по не по другим каким-то параметрам то есть меня устраивает ну в принципе я не против попробовать что-то еще из жидкости для стирки теперь я хочу еще остановиться на 3 средств для посуды для мытья посуды вот из них два таких разочарования и одно супер бупер вот ну вот это средство здесь у меня просто перелита сейчас эту это я давно заказывала это метод от метод фирмы метод марки я заказала не усмотреть но не усмотрела момент здесь в составе лаурит сульфаты и как бы состав не очень здесь хорош но это не относится ко всем сразу скажу не буду как бы делать анти рекламу надо очень внимательно вот эту марку она будут очень удобная бутылочка как бы я переливаю пользуюсь уже там это первое средство моё которое я на херпи заказывала мне нравится скажем так дозатор и форма то есть на кухне она стоит красиво вот но надо очень внимательно следить за составом средств марки метод потому что в некоторых там например я не помню какое там есть средства для стирки по моему там она с оранжем что-то такое оранжевого цвета там например состав нормальный то есть нет каких-то вредных веществ в других вот как вот в этом это метод сейчас моему с грейпфрута джинджер с с имбирем да с имбирем вот здесь состав плохой то есть если захотите заказывать что-то и средств метод они ну как бы и по цене и учитывая флакон удобный с дозатором ну дозатор не супер удобный там и конечно он надо приловчиться он иногда стреляет много в жидкости плюется вот ну как бы мне пока устраивает несмотря на все как бы клятвы что здесь все 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 хорошо бы значки и надписи все равно надо следить за составом я уже это это и на сайте можно увеличить картинку самого средства и посчитать состав и как бы в описании то есть но я не смотрел здесь 532 было миллиграмма вот и второе средство которое заказала недавно я им пользуюсь конечно но я разочаровалась мне на мой взгляд показалось что здесь есть вредный состав а в частности на первом месте здесь стоит стоит хлориль и лаурит там сульфат стоит ну в общем часа чисто точно скажу здесь стоит как бы содиум лаурит сульфат составе на третьем месте из как бы из ну он состоит из растительных компонентов но дело в том что это ну это совершенно не радует потому что все равно это продукты нефтепереработки поэтому очень хорошо когда производитель добавляет какие-то для пенообразования более натуральные компоненты поэтому биоклин от я больше брать не буду с лимоном он как бы хорошо он отмывает он по моему не очень дорогой здесь большой состав 946 миллиграмм миллилитров вот ну как бы да тоже здесь клянуться обожаться что все нормально ну я почитала состав мне он совершенно не понравился это я обнаружила даже только при распаковке сразу увидела поэтому вот с методом надо поосторожнее выбирать состав читать состав с биоклином вообще его как бы не заказывайте не тратьте свои деньги вы такие средства вредные здесь тоже будете у себя в стране вот вот это марка вот это средство диш ультра диш мэйт эрт френдли продукт я просто не могу сейчас как именно фирма это называться но вы его увидите на сайте я дам ссылочку очень и по цене и по составу можно рекомендовать для использования вот такое оно очень как бы по концентрации хорошее средство прозрачное здесь осталось то есть состав здесь очень хороший ну я говорю цена и качество то есть насколько я понимаю и расшифровываю правильно это с грейпфрутом правильно насколько я расшифровываю правильно состав и понимаю насколько мне хватает мои знания то есть я мне кажется что с ним все хорошо ну и по отзывам я не нашла очень компетитных таких отзывов которые что-то говорят обратное ну такой вот обзор моющих средств сайт ахерп я как бы все что испытала рассказала вам спасибо за внимание желаю всем здоровья спасибо за внимание